Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! В этот воскресный день мы торжественно вспоминаем в Церкви конец земной жизни Марии, Матери Божией, смерть ее, которую называют «Успением», словом, в котором соединяется сон, блаженство, мир, успокоение, радость. И сегодня наше слово о Матери Божией. Мы ничего не знаем об обстоятельствах смерти Марии, Матери Иисуса Христа. От раннего христианства дошли до нас разные рассказы о ней, разукрашенные как бы детской любовью и нежностью. Но именно потому, что рассказы эти разные, нам нет нужды отстаивать некую историчность ни одного из них. В день Успения память и любовь Церкви направлены не на эту фактическую историческую обстановку, ни на дату и ни на место, где закончилась земная жизнь этой Матери Всех Матерей, этой единственной Женщины-Девы. Наша память и любовь направлены на то, что составляет сущность и смысл этой смерти, где бы и когда бы она ни наступила. Церковь поминает смерть той, чей Сын, согласно нашей вере, победил смерть, воскрес из мертвых и даровал нам обещание последнего воскресения и торжества жизни, не умирающей, каждому человеку. И вот сущность и смысл этой смерти может быть лучше всего переданы на той иконе, которая в день праздника Успения полагается в центре храма и составляет как бы средоточие всего празднования. На иконе этой изображена Божия Матерь на смертном Адре, мертвая. Вокруг нее стоят апостолы Христовы, а над ней сам Христос, держащий в руках свою Мать, свою живую и навеки с Ним соединенную Мать. Таким образом, мы видим смерть и то, что уже совершилось в этой смерти, не разлука, а соединение, не печаль, а радость. И в пределе, на последней глубине не смерть, а жизнь. По Рождестве Дева и по смерти жива, поет Церковь, взирая на эту икону, и прибавляет. В Рождестве Ты сохранила девство, а в Успении мира не оставила. И вот приходят на память слова одной из самых глубоких и прекрасных молитв, обращенных к Марии. Молитвы, в которой Мария, Божия Матерь, названа «Зарей таинственного дня». Радуйся «Зарей таинственного дня». Словно именно свет этой зари льется из праздника Успения. Словно созерцая эту смерть, стоя у этого смертного адра, мы понимаем, что смерти больше нет, что само умирание человека стало актом жизни, вхождением его в большую жизнь, в жизнь жительствующую. Ту, которая всю себя отдала Христу, до конца возлюбила его, он встречает у этих светлых дверей умирание. И вот смерть становится радостной встречей. И вот жизнь одолевает. И вот над всем воцаряется радость и любовь. Она, Мария, Дева, Мать, она одна из нас. Этот день утверждает в нас веру, умножает радость. Никто не должен унывать, имея в лице Богоматери постоянную любовь, теплое ходатайство, безмерное милосердие и вечное заступничество. Не случайно наш православный верующий мир именует ее образы, иконы, взысканием погибших, утолением печали, заступницей усердной, благой вратарницей, скоропослушницей, милостивой. Можно перечислять долго это обращение к Божьей Матери. Пусть же она во успении своем, не оставившая мир и обещавшая святым апостолам, что всегда будет с теми, кто призывает ее, благословит всех нас материнским благословением, помогающим по правде совершать нашу жизнь и наследовать жизнь будущего века. С праздником! Успения Пресвятой Богородицы! Субтитры подогнал «Симон»